Всем привет! Сегодня попытаемся разобраться с одной из немаловажных проблем, которые возникают при попытке что-то говорить, читать. Это зажатая челюсть. Чем опасна зажатая челюсть? Я вам сейчас расскажу. Многие не обращают на это внимания, а зря. Потому что если мы зажимаем челюсть, звук у нас, конечно же, возникает достаточно такой узкий и зажатый. Зажатая челюсть, она мешает нам правильно, открыто говорить и хорошо артикулировать. Иногда мы даже не понимаем, что челюсть зажата, потому что читаем, говорим что-то на публике, волнуемся, переживаем, во рту пересыхает, не контролируя то, что происходит с нашим организмом. Мы это сделать не можем, потому что некоторые внешние факторы нас немного отвлекают и сковывают. Надо научиться расслаблять челюсть, надо научиться расслаблять связки, надо научиться вообще расслаблять вот эту вот нижнюю часть. Для чего? Для того, чтобы голос был, эй, какой объемный, сильный и не уставал. Сегодня, буквально за 5 минут, я покажу вам, как восстановить, вернее, не восстановить, а снять напряжение с челюсти. Несколько очень важных упражнений. Все эти упражнения, они идут на контрасте. Мы сначала их напрягаем, потом расслабляем. Нужно запомнить, зафиксировать этот момент расслабления. Самый первый способ, самый простой, это поставить руку в виде упора, некого рычага на нижнюю челюсть. И пытаемся через напряжение, не давая левой руке, но чтобы проще было, упереться локтем, например, в стол. Положили, поставили руку, положили челюсть и пытаемся раздвинуть нашу челюсть, опустив таким образом кулак вниз. А не получается, потому что упирается он в стол. Попробуйте раза 3-4. Хочет открыться рот, но не может. Зафиксируйте напряжение это. Раза 3-4. А теперь просто расслабьте челюсть. Бросьте ее вниз. Не опустите, а расслабьте. Еще разок. Не получается. Получается. Расслабили челюсть. Да, теперь можно углубить это состояние, применяя такую тренировку, аутогенную. Это есть у меня в других тоже похожих уроках. Обращайте на это внимание. Нужно просто в первую очередь принять расслабленную позу. Это уже после этого напряжения. Можно даже прилечь слегка. При этом нижнюю челюсть под собственной тяжестью можно расслабить, чтобы она отвисала. Просто зафиксировать. Чуть-чуть приоткрытый рот. Расслаблено. Прекрасно. Чтобы почувствовать это расслабление, сжимаем руки в кулак. Вернее, не в кулак, в такой замок. И начинаем себя трясти. Чтобы понять, расслаблена, не расслаблена челюсть, добавляем звук А. Смешное упражнение, да? Оно еще и поднимает настроение. Прекрасно. Следующее упражнение, которое помогает расслабить челюсть, оно достигается за счет продавливания щек. В то же самое время мы разминаем наши щеки, чтобы они хорошо работали. Шучу. Другое упражнение. Зажимаем челюсть пальцами, продавливаем и проходим сквозь щеки и сквозь зубы. Не надо сильно сжимать челюсть, таким образом вы можете повредить внутренние свои щеки, поранить себя, ни к чему хорошему это не приведет. Просто чуть-чуть зажата челюсть, слегка. Продавливаем. Чувствуем момент расслабления челюсти. Хорошо. Теперь попробуем с расслабленной челюстью просто подвигаться и подышать. Делаем вдох носом, выдыхаем ртом. Расслабленная челюсть спокойно. Не слишком сильно открывайте. Открывайте как раз на уровень полного расслабления челюсти. Хорошо. Но, в принципе, это основные упражнения, которые помогают нам расслабить мышцы челюсти. Есть еще один очень важный момент, потому что челюсть, например, и шея, они очень сильно связаны. Поэтому нужно иногда и расслаблять в то же самое время нашу шею. Просто продолжаем плавно двигать с открытым ртом шеи. Не надо сильно растягивать. Нет, чуть-чуть. В принципе, это все. Пять минут. Ваша челюсть расслаблена. Хорошего настроения. Будьте в форме, будьте в тонусе. Не болейте. Самое главное, чуть не забыл. Посмотрите внизу под видео. Есть ссылка на мою школу. Мастерская голоса Сергея Вострецова. Записывайтесь ко мне на курс. И будет вам счастье. Да пребудет с вами сила голоса. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!